вторник 5 марта значит судья наконец-таки дочитал второй том артура шопенгауэра вот что можно сказать вчера при сном я еще почитал слегка да кстати вчера записи оборвалась кончилась батарейка и в связи с тем что я практически все хотел все сказал что хотел сказать я решил дальше не дописывать поэтому вчерашние записи обрывочные но ничего страшного так вот вчера я дочитал вчера немножко почитал шопенгауэра повторно там есть работая к называется она небольшая сначала критики потом в общем следующее за ней не помню точно название но очень интересная работа я посмотрел что я уже до этого читал почему-то в прошлый раз она на меня не произвела такого впечатления которое произвела сейчас потому что сейчас вчера читая просто пришел восторг от того как шопенгауэр описывает ну как он приводит во первых много ссылок на античных авторов также на ранних христианских авторов августина некоторых других и говорит о том что как бы все традиции христианская традиция ортодоксальная буддизм брахманизм они на своей сущности прежде всего направлены на то чтобы прекратить ускорить ускорить прекратить ускорить прекратить надо сказать правильно и ничего не идет слава не строится можно было конечно сказать славами что-то самоуши предположено хочется своими словами все это выразит значит все эти учения направлены на то чтобы подавить волю чтобы подавить волю есть только один способ это не вступать во взаимоотношения между полами вот то есть приводя многочисленные цитаты различных я уже сказал последователь последователь христианство буддизм брахманизм шипенгауэр подчеркивает то что основная мысль была о том чтобы прекратить весь этот спектакль весь этот театр под названием человечество то есть другими словами перестать уйти полностью в познании перестать воспроизводить потомство вообще жесть полная жесть но это сходно с моими мыслями то есть я тоже об этом думал как бы однократно задумывался о семье о браке о детях и очень близка эта идея само по себе ну в частности естественно я вижу в будущем себя не как отец не как муж то есть все это мне совершенно не интересно а уж когда вы прям целая работа там много страниц он прям подчеркивает и очень грамотно и очень интересно это все читать посмотреть на эти примеры то есть что это как бы таскетизм он считался значительно мужественным мужественным не по-другому это называлось в общем слабые слабые люди они вступали в брак сводили семью если не могли тем кто мог то есть у кого хватало сил побороть от воли они как бы достигали наивысшего наивысшего духовного просветления и так так вдохновился ну да все именно так вот правда и аналогичный взгляд сегодня с другой стороны смотрел как если вообще не станет человечество то как же будет мир дальше существовать без него такие размышления интересны то есть по сути останется ли мир или он исчезнет потому что смогут ли животные ну конечно они будут существовать и земля будет крутиться и солнце будет гореть но скорее всего произойдет конечно какая-нибудь другая жизнь то есть по сути исчезнет человек с другой стороны было бы интересно если бы вот так все люди в один момент взяли бы и перестали воспроизводить потомство постепенно все состарились представляю последние такие оставшиеся там уже сто лет ну к примеру столетние такие так людей нет на планете несколько человек осталось я не говорю нет я не хочу мы будем дальше продолжать и все стоит одному только ну не одному двум стоит только двум людям не согласиться и спрятаться или как-то преодолеть это ну это к примеру если так рассуждать если до этого дойдет там через десять тысяч лет или через сто тысяч лет или через миллионы лет а не поздно все равно для этого дойдет потому что читая 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 людей которые великих людей которые основывали религии и прочее и анализируя ход событий истории можно понять что если в дальнейшем мы придем человечество к совершенной глобализации то есть когда все объединятся ну совершенно это в полном смысле то есть это общий язык на всех то есть не будет уже никакого ни русского языка ни китайского ни американского ни английского будет один мировой язык он так и будет скорее всего называться мировой язык в сущности в сущности также будет одна мировая нация например люди люди людской язык в сущности в сущности и в сущности в сущности в сущность в сущности в сущности закончится это так все глупости всякие мысли просто интересно об этом особенно когда прочитаешь вот эту работу к этике шопинговой очень интересно представляю чем он думал когда ее писал ну да ладно наговорил много чем себе занимался чем занимался ходил на игру что ли когда в первый раз в этом году начался новый сезон в прошлый раз я в Ярославле был поэтому не смог поучаствовать сегодня поучаствовал ладно это все